Смотрите, вот возьмем, например, такую, давайте пересохраним, назову ее как-нибудь там демо хэш 2, например, да, здесь что-нибудь такое мы сейчас уберем это все, на самом деле это все равно, вот, смотрите, смотрите, какая ситуация, смотрите, какая ситуация, да, предположим, мы все это дело, давайте, сейчас, где он у меня, вот, демо хэш 2, да, вот, вот, смотрите, у меня здесь какой-то, вот, предположим, да, у меня здесь какой-то есть адрес, да, вот я посылаю, правильно, раз, вот я посылаю, например, представьте себе, что я главную, да, дай мне там другую главную, два, да, вы видели, да, что у меня это ведь не меняется, да, у меня кнопка back не работает, то есть работает, но не туда, то есть если я сейчас зайду, давайте-ка я сейчас уберу и заново открою, представьте себе, что я зашел напрямую сюда, да, вот я зашел напрямую сюда, вот так вот, видели, да, вот, теперь я меняю что угодно, а кнопки back-то нет, пардоните, как мне сейчас закладку вот именно на этом, условно говоря, например, поставить или там как-то еще, проблема, да, на самом деле здесь нет единого решения, здесь есть, как бы такие, опять же, велосипеды, наверное, да, которые могут, я не знаю, там, один другого хуже или лучше или как-то еще, ну, например, что здесь можно сделать, смотрите, да, здесь можно сделать, например, напишем так, var origin url, например, var origin url сделаем такую, да, напишем так, location href, да, у нас, и href есть, да, у нас, если не помню, кстати, сейчас сказали, да, я тоже не помню, а, сейчас, нет, документы нет, нет, тем более, что, во-первых, location, это окна, да, ну-ка, location href, да, все есть, да, нормально, вот, я просто забыл, то ли url, то ли href, бывает, я все что-то забываю, вот, да, оставим эту функцию, уберем, давайте уберем вот это вот дело, уберем вот эту вот генерацию, например, да, она нам не нужна, вот так, а вот так, ладно, клевать, вот там мы вели, наша задача вели просто вытащить, да, вели, вытащили, предположим, да, какое, пусть оно так и будет написано, да, например, что мы здесь можем написать, location, assign, да, origin, origin url наш, location, assign, origin url, например, плюс, дальше что мы можем сделать, да, дальше мы можем добавить, например, вопросик, например, string, равно методом где-то послать, да, методом где-то послать, да, и плюс, наш вот этот input, например, encode, encode, uri component, uri component, input, да, сейчас посмотрим, мы сейчас пойдем посмотрим, вот, например, таким образом, да, мы сейчас, главное, главное, сейчас мы попробуем это дело перегрузить, вот, например, вот, например, вот пришел человек, например, опять, да, вот он пришел, да, мы говорим раз, вот, видите, кнопка back появилась, да, в принципе, обратили внимание, кнопка back появилась, ба-бам, ну, это у меня там проба подставляется, неважно, да, да, не важно, да, 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 И это появилось на этом, поэтому, как правило, вы можете обратить внимание, мы пишем не вопросик, потому что вот этот вопросик, query stream, это как бы часть адреса, понимаете, она меняется, на нее обращают внимание. А есть у нас такая вещь, которая называется хеш в просторечии, решеточка такая, решеточка, это меткая, она как бы не имеет отношения к адресу, вообще, любая программа, когда смотрит адрес, то даже если там есть решетка, она как бы не учитывает, что это просто какая-то дополнительная метка внутри этого адреса, понимаете. Но вот эта вот метка, если вы обратили внимание, есть такая книжка, в Твиттер в свое время так делал, есть вот не просто вот эта решеточка, а решетка восклицательных знак. Посмотрите иногда, где-нибудь да увидите, это такое негласное тоже такое, да, как бы договор, то есть пришли к этому выводу, да, дело в том, что опять же, сама решетка, она обозначает метод. Ну, как правило, это вот, когда, например, по ссылкам, да, переходим, не занимаемся, да. А вот эта вот решетка, восклицательный знак, это как раз, как бы такое, знаете, сохранение состояния. Сохранение состояния, как бы науказ, это не переход, почему-то, да, это именно сохранение состояния, сохранение состояния. Поэтому мы можем, смотрите, что мы здесь сделаем. Мы сейчас здесь сделаем так, на window.onload, что-нибудь такое навешиваем, да, смотрите, function, повесим на window.load функцию, да, которая будет что делать? Вот. Она будет делать так. Мы будем вычислять, значит, location. Location. Вот этот хэш, я надеюсь, вы помните, да, он получается с помощью соответствующего свойства хэша. Только не забудьте, что сама решетка тоже попадает. А в нашем случае там будет не только решетка, но и решетка восклицательный знак. Поэтому мы их вырежем, да, sub-string, sub-string 2. 2 – это решетка плюс восклицательный знак у нас, правильно, да? Вот. Далее мы напишем что-нибудь типа, если, давайте так, s не равно пусто, что-нибудь типа такого, да, например. Если оно не равно пусто, то мы напишем документ element by id текст input, да, а у меня там написано уже, да, вот эту вещь, на самом деле. element by id. varium, к слову. Вот так вот. Так, 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 как раз эту s мы туда присоединяем, например, да, s. Вот. Ну и там потом уже, например, calculate hэш, наверное, там сделать, да, что-то типа такого. Вот. То есть там сделали. И вызываем calculate hэш, чтобы он перекалькулировал. Там произойдет там что-то еще. Ну если здесь что-то естественно делается, да. Вот. Как-то так. Как-то так. Примерно. Примерно, да. Вот мы пришли сюда, вот она, пожалуйста, проба, да, там, условно говоря, получилось, да, то есть туда, туда и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Ну вот. Все можно сделать. Вот в этом случае? Нет, в этом случае все правильно, да. Ну это будет вообще один по запросу, он будет приходить. Вот так, да. Вот так, да. Даже если это целая фишка, вроде бы главный. Ну, в принципе, да. А как это значит, что инвестируется? Тогда добавляйте вопросы. Тогда в адресе... Например, да. Тогда будет, да. А что есть поископы, наверное, не реагирует на смертный адрес? Да, ну конечно. Адрес это... А на что еще реагирует? Ну а что характеризует конкретный контент? Ну на что адрес? Адрес, контент, у контента есть адрес. На что еще реагирует? Вася Купкин живет по адресу Ленинградский проспект 271, квартира 23. Все. На что еще можно ориентироваться? Вот. А это дополнительная. Какая разница? Слева, справа, это уже дело 20. Вчера. Вот. Можно сделать так. Да, да. Но здесь у нас можно выкрутиться через разные вещи. На самом деле, да, есть, предположим. Вот. Закомментируем? Да, конечно. Конечно. Вот. Вот таким вот. Ну, например, вот таким, да, образом. Можно сделать, значит, да. То есть, но у нас проблема какая? Поскольку у нас в данный момент адрес не меняется, да, то ни одно из событий, я вам скажу, опять же, не будет работать, да. В принципе, у Windows, у современных браунжеров, у всех современных, у них есть, у Windows есть свойство, которое называется OnHashChange. OnHashChange. То есть, оно отрабатывает функцию, если повесить, до обратного вызова именно на изменение хэша. Именно на изменение хэша. То есть, мы можем сделать как? Вот смотрите. Например, мы возьмем сейчас вот это вот. Сейчас я закомментирую Windows OnBot. Пока временно. Пока временно, да, закомментирую, потому что иначе мы попадем в бесконечный цикл, да. Вот. И мы напишем, что это Windows OnHashChange. Windows OnHashChange, да. Все правильно, да. HashChange. Теперь это у нас будет на изменение хэша отрабатывать, да. Вот таким образом, да. Вот. Вот так. И теперь здесь опять же можно что-нибудь… А, надо было перезагрузить, да. Естественно. Вот. Но. Проблема, да. Проблема здесь… Проблема в чем произошла? Проблема произошла в том, что… Опс, все плохо. Да, нет. Я сейчас объясню почему. Дело в том, что у нас на старте не отработало. Поэтому мы можем сделать Windows OnLoad одноразовым, как бы, да. То есть, Windows OnLoad нам тоже понадобится, но только одноразовым. Мы в цикл попали. То есть, мы сделаем что-нибудь здесь такое. Смотрите. Мы сделаем так. Var.flag. Ой. Var.flag, например, да. Флаг. Некий. Мы его просто втрук… Флаг будет говорить о том, мы как бы первый раз сюда зашли или не первый раз зашли сюда, да. False. False, например, да. В Windows OnLoad мы напишем банальную вещь. Мы напишем так. If. If. Не. Флаг. Первый раз человек зашел, да. То мы переводим, значит, не флаг. Мы переводим этот флаг в true. Он теперь будет в true всегда, да. То есть, у нас Windows OnLoad работает ровно один раз. Ровно один раз. Вот. True. True. И вот это вот дело, вот это дело, которое вот у нас, вот это, мы тоже вот отсюда помещаем сюда. То есть, мы говорим с работой, с работой, например, вот сюда с работой, да, с работой, но только один раз. Но только один раз. Вот так. Вот. Вот. И теперь у нас, если мы все нормально сделали, если я тут не облажался ни в чем, сейчас мы попробуем, да, что-то типа такого вот. И, опа. Это было не то. Попробуем, попробуем теперь сделать. Вот мы зашли, да. О, видели, да. Раз. Проба. А. Вот у нас, по-моему, А получилось, да. Вот у нас получилось Б. Вот мы пошли обратно, вот оно А, пожалуйста, да. Вот мы пошли обратно, пожалуйста, проба. Видели, да. То есть, мы заставили его обрабатывать на OnHasChange и на Windows, например, OnLock. Вот. Ну, такой, да, вот так можно сделать, пожалуйста, да, что-то тоже делается. Вот. Мы продублировали вот эту вещь. Ну, на самом деле, поскольку она одинаковая, есть вариант ее вообще в отдельной функции. Да? Ну, вот. Да. А эксперимент у вас одежды там, где остался? Нет? А чего? Не понял. Чего я объясню. Вот он, input, где-то здесь валяется. Да я его там ровно один оставил. Вот так. Да, 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 да. Вот это, вот эту часть можно вынести в отдельную функцию. Правильно? Да. Да. Так. Чего? Ну, если я, например, нахожусь на одной и той же странице. Да. Если я нажимаю на обратку, то она обычно не та же самая страница. Да. Так он OnHasChange у нас и отрабатывает. Вот он. Вот Windows. А здесь получается то же самое. Флаг тоже. Он остается. Нет. Флаг – это ровно один раз, чтобы Windows.Load у нас отработал. Когда мы первый раз заходим, Windows.Load отрабатывает то, что нам нужно. Где флаг? Вот. Ну, хорошо. Вот я несколько раз нажал. А все, флаг в true. То есть Windows.Load больше у нас не отрабатывает. А когда я нажимаю на обратку? Ну. Отрабатывает он хэш-чейн. Он же хэш. Хэш. Когда я нажимаю кнопку назад. Ну. Хэш меняется? Он сейчас, я не задаю, но то, что слад почему-то сохраняется. А почему он сохраняется? А почему он сохраняется? А почему он сохраняется? Так страницу у нас не меняется. У нас скрипт-то статичный. Мы же не приходим со страницы на страницу. А как отличишься оберегирование? Не понял. Да. Ну вот и я же могу на одной и той же страничке находиться. Затем зато перечить. На кнопочку нажимать. Ну. Страничка будет одна и та же. Каждый раз он будет плюс. Подождите. Но мы-то знали, это же наш код-то. Блин. Мы же его для себя делаем. Кому надо знать-то, что она меняется или не меняется? Пользователю-то по барабаму. А так адрес-то не меняется. Меняется только хэш. Адрес остается. Хэш меняется. Хэш – это не адрес. Хэш – это не адрес. Он не говорит, что это новый адрес поменялся. Потом-то и фишка. То есть, если бы, например, там садьет подался, он бы обратился. Да. Вот. Хэш – это нет. Хэш – это всего лишь метка. Это метка, которая говорит, что там что-то на этой странице, где-то еще. Это не говорит о том, что надо запрашивать. Именно так. А мы, когда мы приедем, ставим еще специальный знак, чтобы объяснить, что это не та метка, к которой все привыкли. Это вот такое аяксовое состояние сохранительное. Да. Первый раз мы и посмотрели. Я про то и говорю. Когда мы сначала query string, мы говорим, бэк появился, все появилось, но адрес менялся. А нам-то нужно, чтобы и адрес не менялся, и состояние сохранялся. И вот такое вот, собственно, есть. Чего? Да я все сохраняю, я от вас ничего не прячу. Господи. Сейчас доделаю я вам все. А я вам демо тоже скидываю. Вы вообще смотрите на папшечки, которые я вам скидываю. Я же вам все папшечки скидываю. На самом деле. Я вам все скидываю. И это скидываю. Все скидываю. Все выглядит. Понимаете? Вот такая вот. Так вот можно, например, выйти, обойти, измотиться, скажем. Какую? Вот эту? Потому что проба там изначально лежала так. Просто фаерфокс так показывает. У меня вставляет адрес сразу за счет того, что у нас, например, BID выделал, но X. А X у нас, собственно, берется платежным X. Ага. У меня когда попадает весь адрес, значит, он будет под этим путь. А у вас почему не попадает? Нет. Попробуйте еще раз. Попробуйте это самое. Смотрите. Вот, с самого начала. Вот я беру. Бум. Я взял. Ага. Л забыл, естественно. Вот я закрываю. Я с самого начала делаю. Вот. С самого начала. Вот он. Сейчас добавлю. Бум. Вот я первый раз. Видели? Вот я первый раз пришел. Кнопки B нет. Ничего нет. Давайте там A напишем. А. Вот я A первый делаю. Бум. Хэш. Вот он A. Вот я делаю B. Вот я делаю C. Да? А вот я обратно иду. Вот он B. Вот он A. Видели, да? Вот он B. Вот он C. Все хорошо. Я не вижу как это работает. Я не понимаю. Вот. Потому что. Вот что впадает в S в первый раз? В первый раз. В первый раз. В первый раз. У нас. В первый раз. У нас. Отрабатывает онлоу. В первый раз. Мы здесь делаем вот это вот дело. В первый раз. В первый раз. И говорим, если S не пустой, а поскольку он пустой, то это не отромат. То есть все, что мы делаем, это тупо. Первый раз. Все, что мы делаем, это тупо переводим флаг в true. Все. Ну. Это понятно. У меня в S другой значение. Это не сервис. Хотя тут же S обходит. Ну, значит, у вас где-то вот, либо вот здесь, либо вот. Смотрите. Origin URL. Посмотрите. У вас точно там? Вот. Такое, да? Location. Хреб. Так. В англоунде один раз. Сколько это? S. Вот он. Ребята. Понятно. А мы, то есть, ссылку тоже мы хотим? Отправлять, да? С хэш. Ну, то есть я, допустим, отправка в хэш. Да, конечно. И он, по идее, сразу входит. Конечно. 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 Хэш – это метко. Хэш – это метко. Все правильно. Хэш – это метко. Технически, поскольку у нас вот эта часть дублирована, да? Вот она и вот она. Ее можно сейчас вынести просто банально в отдельную функцию. То есть, фу, да? Что она и там, и там, и тина. Вот и все. Вот и все. Вот. Но, на самом деле, обратите внимание, обратите внимание, что у нас есть еще, скажем так, более современный способ. Вы знаете, да? Что у нас сейчас на подходе, как бы, да? Часть реализована, часть нет браузерами. Это, так называемый, HTML API, да? Всевозможные вещи, которые, в принципе, самого HTML как бы не касаются языка разметки, а в основном там объектов, да? И так далее. И есть объект History, да? Старый, добрый объект History, который был, там всегда был этот, Back, Go, да? Которые, да? Но, современный History, он, на самом деле, чуть-чуть попродвинутие. Попродвинутие, да? Правда, сейчас надо аккуратно пользоваться. То есть, старее он, естественно, не будет работать. Но, тем не менее. Смотрите. Здесь, вот у меня здесь лежит файлик, называется HistoryTestHTML, да? Вот он, HistoryTestHTML. HistoryTestHTML. И, смотрите, как он работает. Работает он очень интересно. Здесь, опять же, обратите внимание, надо только из-под сервера это дело, да? Запускать. Но! Здесь нет Аякса. Здесь где-то Аякса, вообще здесь просто чистый Явовсклик. Но! Обратите внимание, что здесь будет происходить. Вот здесь, как раз, уже ситуация такая, вот как, нужно. Адрес меняется, да? А на самом деле, фейковый адрес. Смотрите. Вот я запускаю History. Вот. Видели? Ну, во-первых, я проверил, поддерживается ли у меня это API, да? И вот у меня есть такие ссылочки, да? На самом деле, у меня сейчас будут меняться ссылочки, вот эти вот здесь. HistoryTestHTML. Я нажимаю на Джона, у меня получается, видели? MySiteLocal user.user.john, да? Такого адреса нет, но адрес поменялся. Страница осталась. Ну, то есть, я без Аякса, но идея вся та самая, да? Страница никуда не перезагружалась, да? Видели? Им удалось какое-то там, ну, какие-то данные, например. Вот и Вася, видели? Юзер Вася. Да? Нет, просто Вася открыт. Тоже. А? Если просто сверху колотит, то просто. Сейчас, секундочку. Обратите внимание. Вот. Видели? Кнопка Back, назад. Видели? Работает все. Да. Вот. Сверху колотит. Пожалуйста. Вот. Вот. Видели? Правильно. Почему? Потому что такого нет адреса. Конечно. Он же фейковый. Он же фейковый. Вот. И как это здесь, обратите внимание, как это здесь работает? Работает это следующим образом. У меня здесь, просто для примера, все эти данные лежат в вот таком объекте. Чисто. Ну, вы понимаете, что это может приходить с сервера, да? Просто я их здесь положил. Да? То есть, у меня есть некий объект под названием Data, Джон, Майк, Вася, Федя. Ну, и там у него лежит name, email, как раз то, что там показывается. Вот. Далее. Я здесь проверяю, есть ли у объекта History свойство под названием PushState. PushState. Если оно есть, то я пишу, что все в порядке, вы там увидите, да? Там написано, что все хорошо. Вот. И далее, далее. Ситуация следующая. Ситуация следующая. Ситуация следующая. Когда мы кликаем по этим делам. У меня вот эта вот красота, вот эта красота, да? Это технически неважно. У меня здесь есть такой шаблон в виде строки. Видели, да? У меня шаблон, которым потом я с помощью реплейса просто вот эти вот подстановочные как бы свои а-ля переменные меняю на вот эти вот данные. Вот. Но главное здесь что творится? Главное творится следующее. У меня на он клике, на этих ссылочках, да? Он клик, висит функция, в которой мы делаем что? В которой мы, я получаю что надо, да? И смотрите. Вот он, главная фишка. History. PushState. Понятно. Классический стэк. Push. Пушим туда туда. Что мы туда пушим? Значит, мы туда пушим первое. Это дата тайтл, который мы получаем. Тайтл – это мы берем. Тайтл – это у нас там Джон, Вася и так далее. Вот. Тайтл и, соответственно, хреб. То есть мы запушили туда, там это дело лежит. А потом у нас отдельный лисенер стоит на onPopState. Он будет каждый раз отрабатывать как раз, когда мы нажимаем на кнопку back. Кнопка back или alt стрелки, как угодно, да? То есть когда фактически back-forward отрабатывает, хистерический, да? Он сам отрабатывает метод onPopState. На onPopState он оттуда вытягивает. То есть получается классический стэк. Пуш-пуш-пуш. Пуш-поп. Пуш-поп. Да? Но, видели, я вам показываю просто разные варианты. Там в варианте адрес не меняется, но все нормально. Здесь, наоборот, адрес меняется, но по-другому. То есть разные есть варианты, которыми можно это дело делать. В принципе. Да? Можно еще массу придумать, где, чего, как хранить. Вот. Абсолютно разные как бы там ситуации. Вот. Что делать, как делать. Вот. Вот такие вот вещи. Такие вещи. Вот. Можно делать. Здесь еще одна какая ситуация по поводу того же самого, предположим, юзабилити. Вот у нас здесь везде на самом деле очень неправильно было сделано с этой точки зрения. У нас очень часто, когда мы заходили, у нас была ситуация какая. Например, у нас есть диф, в который надо вбить логин или порой. Да? Или что-то еще. Они у нас были по умолчанию дисплеи много. Они были спрятаны. Правильно? Вот. И так делать изначально не надо. Почему? Потому что если человек придет, действительно у него отключен JavaScript, то по идее нам нужно что сделать? Нам нужно реализовать работу. Ну, все зависит от нашей идеи. Конечно, мы можем наплевать. Вы должны понимать, что людей, у которых отключен JavaScript, как правило, это люди, которые, это Вася, который сам зачем-то к себе залез и отключил JavaScript. Понимаете? Потому что, так же, как куки. У нас когда спрашивают, да? А что из этого человека отключен JavaScript? Вы идите на улицу и устроите опрос. Первое. Сначала отберите тех единиц, которые знают, что такое куки. Из тех, кого вы найдете, кто знает, что будет. Спросите, а знаете ли вы, что они отключаться могут? И где ваша браузер, что это у браузера, отключаются тут? Ну, таких нет. Понимаете? Если какой-то там умник себе зачем-то там их отключил, то это, да, то это его проблема. Я не буду ставить безопасность всех своих пользователей, всего своего приложения, из-за какого-то там на мой товарища. Значит, из-за дедушки, еще раз, из-за дедушки. Представьте себе, что у вас сайт, у вас магазин, у вас масса пользователей и так далее. Понимаете? Будете вы ставить безопасность своего века приложения всех пользователей под угрозу из-за этого дедушки. Я думаю, вы скажете, извини, дедушка, ну, тебе не повезло. Понимаете? Вот, но все-таки есть варианты, есть варианты, что если мы не ленивые, то надо всегда позаботиться так о том, что у нас должно по идее работать. Аякс – это всего лишь навсего, это не ради того, да, вот, о, свитчи. Это просто удобство. Аякс – это просто банальное удобство для пользователей, чтобы вот этот весь ужас не перегружался. Понимаете, в чем дело, да? Представьте себе, это у нас беленькая картиночка, обычно там, зайдите на сайт специалиста, на главную страницу, 3 мегабайта вам загрузится, куча. Вам загрузится 3 мегабайта, там около 300 запасов. Идет. Ну ладно, один раз загрузилось, зачем второй раз все загрузите, третий и так далее, да? Вот. Но при этом при том, например, если у человека не работает JavaScript, а у нас вот этот вот message box, который для входа логин и пароль спрятан, да, изначально display no, то человек просто не сможет войти, он нажимает на кнопку, и он еще не открывается, потому что JavaScript не работает. Поэтому делают обычно как? Все, что нужно скрыть, оно на самом деле открыто. По умолчанию. Но на Windows Onload, да, Windows Onload решают как раз это все дело закрытия. То есть если, то есть мы пробегаемся и сейчас что нужно закрыть, мы закрываем. То есть если JavaScript работает, срабатывает Windows Onload, все что нужно закрыть, закрывает и все хорошо. А если JavaScript не работает, Windows Onload не сработает, у него все будет открыто и все нормально. Вот, вот смотрите, мы сейчас уже, у нас тут есть, есть как бы такая лама, да, мы ее уж делать не будем, если хотите я вам ее сейчас скину, вот, я вам просто ее покажу, ну, если хотите, можете сами сделать, не залезая туда, да. Но здесь на самом деле идея не только, здесь идея вот этой лабораторки, в принципе, да, второе, что чтение книг по главам. То есть сама книга, она в XML в формате FB2. Есть такой формат FB2, если вы знаете, это XML. Вопрос, зачем оно нужно, да. Вот, и задача, соответственно, нашего скрипта, это показать очередную главу на экране, да. Поскольку XML наиболее эффективный способ, это и так в XML, естественно, здесь у нас используется опять XLT преобразование. Раз, два, там все, все, все на раз, два, да. Вот, на самом деле у нас там заодно, поскольку данные большие, у нас там есть еще и предупреждение, которое говорит, смотрите, ну, нам здесь сложно сейчас тормоза сделать, что идет загрузка книги, да. Идет загрузка книги. Вот. Но посмотрите, как это вообще все работает. Как это все дело работает. Значит, работает оно вот таким образом, где-то у меня тут было, да. Вот, заходите. О, видели, да. Оно быстро исчезло, оно там было, да. Идет загрузка данных. А вот у нас пришла, соответственно, наша главочка. Вот она, глава книги. Это пришла конкретная, вполне себе глава. Вот она. Видели? Теперь мы нажимаем сюда. Мы нажимаем сюда, да. Получили вторую главу. Обратите внимание, решеточка у нас появилась. Решеточка 2. Появилась. Как бы. Или решеточка 1. Вот это называют одностраничный сайт, да? Кто называет? Ну, я слышала, что бывает одностраничный сайт, потому что вы знаете, я не знаю, что конкретно человек под этим подразумевал. Одностраничный сайт, это вообще из еще прошлого века, как раз, когда появились, когда одна и та же страница. Вот на ленту РУ зайдете, там одностраничный сайт, условно. Здесь каждый раз вам показывается одна и та же страница, только с разным заполнением. И у специалиста то же самое. Вот когда вы по курсам ходите, это одна и та же страница, только с разным заполнением. Ну, html5 тут вообще никакого бока. Нет, javascript тоже не при чем. И аякс не при чем. Вот. Вот вы видели, ходим по голове. Видите? О! Или там у меня выскачивает, да? Оп! Идет загрузочка. Оп! Идет загрузочка. Ну, быстро понятно, да? Вот оно. Вот оно проходит. Видите? Вот оно проходит. Да? Спокойно. Да. Вопрос. Давайте посмотрим. Что же там у нас внутри? Что у нас там внутри? Внутри у нас, обратите внимание, сама книга, да? Вы видите, что сама книга, вот она, fp2, это единый, единый XML-документ. Вот он. Сейчас мы ему синтаксис сделаем. Вот он. Вся книжка, вот она вся. Ну, это не вся книжка, естественно. Кусок ее. Вот, но тем не менее, вот он. Вот она, книженцы. Она в оригинале, в Fiction Book. Формат fb2, да? Вот она. Вот она. Вот. Здесь всякие разные там вещи идут, да? Вот. И здесь все эти, естественно, главы. Вот она, видите? Глава первая, глава вторая и так далее, и так далее. Вот. Она не в базе данных? Она не в базе данных? Это файл? Я при вас открыл файл, какая база данных? Вот он. Вот он, файл. Вот он. Файл лежит. Какая база данных? XML файл. Вот он. Видели написано? XML. Вот. И, соответственно, здесь как раз, да, все это дело, вот он, вот он. А вот это вот, а вот, что он такой красивый, кстати, да, для интереса. А красивый он почему? Потому что к нему написана вот эта вот Excel птичка, вот она здесь, которая все это красиво, так сказать, делает, да? И выводит, видите, преобразует, да? Во всякую разную красотку. Вот такая северная часть, видите? Всего. XML и так далее, да? Вот. А вот он наш, а вот он наш, вот он наш, вот он наш, вот он наш HTML, смотрите, внимательно, да? Вот он наш HTML. Вот. Интересный, да? Такого плана. Вот. И обратите внимание, обратите внимание на такую вещь. Вот смотрите, например, я сейчас нахожусь на третьей главе. Видели? У меня решетка 3. Видели? Решетка 3, да? Решетка 3. Вот. Я ее сейчас, например, убираю, да, убираю, захожу опять, захожу опять, ставлю сюда, вот, и получаю третью главу. Получаю третью главу. Как это сделано? Обратите внимание. Да, во-первых, я здесь опять же использую, только что мы сейчас это дело посмотрели, наш, посмотрите, поп-стрейт. То есть, history, поп-стрейт. То есть, мы копим при необходимости, да? Пуш, пушим. Все это дело показываем. Но здесь я использую еще один HTML 5 фишку, которая называется local storage. есть в HTML 5 API, есть в браузерах современные два хранилища local storage и session storage. Они одинаковые между собой, одинаково работают. Разница в том, что session storage хранит данные только сессионно, пока открыт браузер, а local storage хранит данные все время, пока не очистит. Вы можете его увидеть, вот, если я сейчас открою на Chrome, если я открою Chrome, просто там удобнее. Нет, они везде есть, просто я не помню, где это в Firefox, посмотрите сюда, сейчас я открою. Вот здесь у нас есть такая штучка, называется ресурсы. Обратите внимание, здесь показываются куки, да, и так далее. И вот они два. session storage, local storage. Вот мой local storage. Ух ты, здесь видели, что-то уже хранится, да? Какие-то local storage, они пустые. Они пустые. Вот, а теперь я захожу на мой сайт local, посмотрите. То есть это, фактически это у меня симбиоз, да, то есть как сделать так, чтобы и… как сделать так, чтобы и… мы могли history, pop и push стоит использовать. И в то же время, чтобы это все дело сохранялось реально, да? Вот, смотрим. Смотрите. Появился, видите, storage для my site local, да? Вот я иду сюда. И обратите внимание, оп, chapter 1. Пусть. Да? То есть каждый раз, то есть помимо того, что я храню вот в течение сеанса push-pop вот это вот дело, да, пушу. Вот. Видите, push-state. Но дело в том, что push-state, он только вот закрыл браузер, его и нет, да, вот сейчас. Но, когда я все это делаю, вот это push-state, history, push-state, state-object, номер и так далее, и так далее, у меня есть функция, которая называется save-bookmark, да? Bookmark name и номер, да? И эта функция у меня, она где-то тут, сейчас найдем ее, куда я там дел. Save-bookmark, save-bookmark, тик-тик-тик-тик-тик, куда я ее запишу? Где chapter? Show chapter. Read вижу, save не вижу. Read-bookmark есть. А, вот она, маленькая, да. Она очень маленькая. Вот она, save-bookmark, видите? Видео, window, local storage, set-item. Вот она, change, туда, set-item. Все. То есть, абсолютно, поскольку она local, даже после этого дела она там сохраняется, да? Вот я иду, опять же, я иду, говорю, в следующую главу, да, перехожу, давайте в следующую главу перейдем, где она у меня. Вот следующая глава, тик-с, пожалуйста, chapter 2. Chapter 2. То есть, у меня есть симбиоз. Если я сейчас нажму сюда, у меня что отработает? Если я нажму сюда, у меня отработает поп, где-то, вон он, поп-state, поп-state отработает, да, соответственно. И я, опять же, да, я здесь буду, вот, поп-state, и я вытащу то, что там было, и опять же сохраню уже предыдущий, который там был. Тик-тик. Вот. Опять. Глава номер один. То есть, даже, поскольку я в local storage храню, оно все, фактически это как база, да, некая средняя между футами и базой. Вот оно лежит здесь, да? И теперь, теперь ситуация в том, что, когда я все это делаю, например, закрою, когда я это делаю, да, закрою браузер, открываю, у меня здесь, опять же, обратите внимание, да, висит наш на Windows Onload, да, мы тут делаем всякие разные дела, и на Windows Onload, да, мы здесь читаем букмапки. То есть, раз, смотрим, они вообще есть или нет. Если есть, мы ее читаем, посылаем и так далее, да. Вот там разные варианты, можно так, можно так, здесь есть симбиоз, как раз вот history и local storage, современная совсем вещь, вот здесь нормально. И здесь, конечно, и адрес не меняется, в принципе, потому что я там решетки банальные подставляю. То есть, адрес не меняется, и в то же время запоминается, и в то же время оттуда берется. И, как видите, да, вот вам, как бы, пример, да, можете посмотреть, как это, так сказать, все делается, здесь все хорошо. Вот XSL, который применяется, да, к тому, чтобы красиво все показать. Это уже, опять же, XSL применяется, да. Здесь, как видите, ничего нет. Вот, вот все нормально. Но, но, обратите внимание, здесь же тоже еще не все. Смотрите, то, о чем мы говорим. Вопрос. А что, если у человека отключен яблоскрипт? Ну ладно, у кого-то будет, а у нас не будет. Сейчас мы не говорим о юзавеях, мы думаем о пользователе, да. Давайте попробуем отключить яблоскрипт. Только, если кто-то мне расскажет, где он отключается, то я его с удовольствием отключу. Да я думаю, как минимум для удобства. Как вам удобно хранить войну и мир? В одном файле? Ну там, условно говоря. Или в 152? Ну вот видите, ну как я могу сказать. Вот вы задаете вопросы, вот как правило, когда, вот зачем это надо? Как вот? Понимаете? Тут ситуация, мы исходим без чего, на самом деле. Вот понимаете? Есть вот, вот это есть. Вот есть такой подход, есть такой подход и есть такой подход. Я не говорю, я же не говорю, например, мне сказать, это правильно. Есть это, есть это. Вот я вам рассказываю вот про эту книгу. В каком? Ну сами решите. Не знаю. Для чего? Не знаю. Не знаю. Ну мне было бы удобно просто потому, что книгу удобнее хранить. Ну конечно. Но она у меня в одном файле хранится. Не, если вам удобнее 100 файлов хранить. У вас есть библиотека. В ней 100 книг. Ну что лучше, 100 файлов хранить или 100 книг? Или еще каждую по кускам поразбивать. Сидеть. А там уже все, собственно, везде. Вот и все. Так вы мне лучше скажите, где приложение? Да кто его знает? Сейчас посмотрим. Дополнительное? Ну давайте попробуем дополнительное. Верхний захват. Чего Верхний? Они все Верхний. Они все Верхний. Скажите, где Явлосклит отключается. Хорошо. В другой, любой браузер скажите, где отключается. В интернет-эксплойер там будет. Есть. Давайте интернет-эксплойер. Где в этих? Там, в настройках. Ой, не туда. Промахнулся. Да. Показывайте. Безопасность. Так, безопасность. Другой. Мне в голову не пришлось спать. Другой. И он тут где-то начинает снизу. Где-то? Снизу. Вот. Вот это? Так они и так отключить. Нет, нет, нет. Там же есть, там драм-склитер на слух. Да, да. Да. Что-то такое будет. Волосклитер там и есть. Да есть вообще все написано. Открыть здесь. А вы, может, тоже в местной зоне находились. А вы говорите, я Волосклитер отключим. Нет, а там еще зона. Мы не допустим, зависит от зоны. О, оцененный сценарий. О, может вот это? Как вы думаете? Волосклитер. Наверное. Волосклитер. Это для интернета. Зона изменения. Сейчас попробуем. Он может неосознать, что вы забудете. Ну? Это реактивная задача. Нет, ну просто изменили зону интернета. Да? Ну, победили. Подожди, перед чтением книги. Все в порядке. О, как это? А ява скрипта же нет. Мы же не можем оставить человека, чтобы он не читал. Я бы не читал. Вот, пожалуйста. Нет ява скрипта, а человек очень хорошо читает. Давайте разобьем тогда в этом случае книгу уже на главы, и человек может спокойно читать даже в отсутствие ява скрипта. Функциональность-то не потерялась? Вот, пожалуйста, нет. Вот вам юзабилити. Подумали о человеке. Нет. Я вас читал. Да, да, да. И все опять же это один и тот же, одна и та же вещь. Да? Обратите внимание. У нас. Вот он. Видели? Вот он. Ну, скрипт здесь у нас висит. Да? То есть, если скрипт не отработал, если скрипт не отработал, да, вот это дернет. Перейти в чтение. Вот он дернул. Если там запросил, а там на сервере, обратите внимание, у нас два. Вот. GetSection.xml и GetSection.html. Если запрашиваем GetSection.html, то он уже разбивает физически и по-другому формирует уже отдачу. Да? Это для тех, а это для этих. Вот и все. И, как видите, юзабилити, тоже все в порядке с ним. Да? Тоже все в порядке. Ну, вот. А, значит, так. Главное теперь, знаете что? Обратно. А то народ с ума сойдет, который будет. А вот вопрос. Да. Вот смотрите. Вы перебрели на, там, 12 часов. Он выйдет с начала главы, да? Но. Можно? Можно, да, можно вообще все. Меточку поставить. Вот именно как раз хэш, он вообще и есть для этого. Он и существует. Он и придуман для этого, чтобы можно было прыгать туда, куда надо. И вот, так сказать, первоначальное назначение. Именно для этих целей. Понимаете? Вот. А если вы хотите так делать, то в этом случае как раз нам нужно делать не как здесь решеточка, а именно решеточка у специальный знак, чтобы понять, что решетка это метка стандартная, а решеточка у специальный знак это сохранение, например, состояния. Конечно можно. Конечно можно. Все можно сделать. Все можно сделать. Нет никаких проблем. Вот. Видите, вот вам пример. Берите, смотрите, разбирайтесь. Тут вообще все один в один. Плюс я еще и History здесь попользовал. И Local Storage попользовал. Вот. То есть сразу вместе есть два варианта, да, как все это делать. Пожалуйста. Пожалуйста. А теперь мы включили все. Вы видели, да? Идет загрузка данных. Видели? Я загрузка данных. Долго она ее. Но зато мы посмотрели, да. Ну, может быть, не все включил. Да. Есть вариант, что я когда отключал, там что-то не завключил. То есть я там еще отключил, надо отключить. Ну ладно, кому-то не повезло. Понимаете, да, в чем дело? Вот такая вот вещь. Вот такая вот вещь. Да. Ну и до кучи, до кучи, коли уж мы как бы, да, поскольку у вас всегда возникают вопросы, которые я очень не люблю, связанные с всякими этими фреймворками, библиотеками и так далее, да, то я еще раз говорю, любая библиотека это хорошо, это можно, так сказать, использовать. Но желательно перед тем, как ее использовать, все-таки знать, что там внутри. Понимаете? Когда ты знаешь, что внутри, это нет проблем. По поводу того же самого jQuery, да, еще раз говорю, вашего любимого jQuery, да, заходите на этот jQuery, вот сюда, да, API jQuery, вот его документация, да, в поиски вбиваете ваш АЯКС и сидите, смотрите, читаете, разбираетесь. Если вам, конечно, не жалко, вберите. А, ну это… Потому что вы скажете, зачем мне вообще вберите, что у меня это… Хороший сайт. А? Хороший сайт. Что сайт? Нет, а я еще против чего-то говорю? Нет, нет, я разве, я ничего против не имею. Я просто говорю, зачем мне в этом разговариваться, потому что у меня свои велосипеды уже написаны. Кстати, понятно. Понимаете? Тут ситуация от времени. Ну, у вас, когда учли, которые мы сегодня обсуждали, тут открыли, собственно, некоторым нам. И, опять же, ориентировка идет, да, то есть, по кругу работы идет, она правильная, да, курс АЯКС, и это АЯКС. А вот у года она все равно по создателям не будет, я хочу под неделю, я не неделю так житирую. Да, пожалуйста, вы же увидели все. Вот. Просто я к чему говорю, да, что это просто такая обвязка, да, фактически мы тоже свои функции писали, это то же самое. Но еще раз говорю, надо понимать, что jQuery – это единственный форвард, есть и Prototype, есть и XJS, есть и ModTools и так далее. А? Не, ну он самый популярный, ну, знаете как, когда Prototype был первый. Вот я, например, знаю, кто сидел на Prototype тогда и до сих пор так на нем сидел. А ты первый самый популярный вообще? Если мы проявляем традиционные технологии, то я проявляю два. Вот, понимаете, поэтому, знаете, сегодня один популярный, запад другой популярный, да, и все такое. Когда-то был Пёрл, да, в тот раз эпичку появился. Да, да, да. С вами есть. Нет, вы не будем говорить, нет, мы же про популярность мы же говорим. Мы же говорим про популярность, да? А он первый день был в России. О, оказывается, в России не про Россию. Мы даже про него говорим, да, так сказать. Ну, он был не столько популярен, сколько был единственный, фактически, которым можно было вот что-то делать, ну, по большому счету. Вот, и так далее, да, то есть, пожалуйста, если есть желание, берите ту или иную библиотеку, изучайте. Там просто все то же самое, что мы смотрели, скрыто под капотом, понимаете. Вот в чем дело. Вот. Мы изучили это, вот пощупали каждый, что называется, батик своими руками, да. Вот. Вперед. Делаем. Вот. Но главное, главное, что мы прошли все, да. То есть, вот он Аякс, да. То есть, вот тот. Где у меня была эта? А, ее здесь нет. Когда я показывал. У нас что-то Аякс, да. Это симбиоз разных технологий. То есть, это подход. Здесь у нас что-то серверное, здесь у нас Яваскриптер. Вот мы строим приложение. Мы гоняли строчку, мы гоняли строчку с разделителем, мы гоняли JSON, XML, XMLRPC, SOA. Выбирайте, что хотите. От элементарщины до достаточно продвинутых ключей. Как видите, да. У всех свои плюсы, у всех свои минусы. Там удобно, там менее удобно, но время экономится, ну и так далее, да. То есть, тут уже на вкус и цвет, как правило. Да. Как правило, на самом деле, при разработке мы редко стоим, когда в ситуации, когда у нас можно все, что угодно, да. Как правило, мы уже ограничены какими-то условиями. Вот только это, только это заказчик, да, требует. Это идеальная ситуация, когда к нам заказчиком придет Роман Амрабович, откроет свой кошелек и скажет, смотри, все, что хочешь, сам, 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 все. Вот сколько хочешь денег, делай, что хочешь, любой сервер, любую базу, любое все, что угодно. Никаких ограничений вообще нет, да. Да. И вообще безотчетность, да. Такого, да, кстати, не бывает, поэтому, как правило, мы изначально уже всем поограничены, да. Вот так вот у нас и получается вот это дело. Вот. Вот. Вот.